Самое первое, да. Это было в июне 2019 года. Меня пригласили на проект, но сначала на 10 дней. Сказали, вот группой Король и Шут, ну вот как сможешь, там был кастинг как раз. Я говорю, ну давайте на 10 дней, потому что я говорю, может быть я вообще не выдержу, скажу свидание. Потому что группу, ну я так как бы не слушала никогда, просто... Ну Король и Шут как бы известный, на слуху где-то было, да, и всё, это Король и Шут. Ну никогда не слушала, даже не знала, кто там из лидеров вообще, кто из участников. Вот, и вдруг появилась группа, такие все вежливые питерские, мужчины. Вот, я даже Мишу сразу даже не заметила. Ну потому что он как-то где-то постоянно, кто-то его отвлекал, где-то он там с кем-то разговаривал. Я говорю, а где главный-то? Я даже не знала, как он выглядит. Ну там в интернете сначала, конечно, посмотрел, но он там был с вот этой прической своей. Потом-то уже этой прически не было, были длинные волосы, было лето, жарко, он был в шорту, в этих шлёпанцах. Ну такой очень вольный стиль. Ну и вот такое первое знакомство. Он стал спрашивать, где у вас тут буфет? Сначала, вот первое вот было с этого, где буфет? Ну я показала, где буфет. А где у вас прослушивание проходит? На вы, на вы я сочинал, на вы. Отвела я по там, где прослушивание проходит. Потом, а есть ли у тебя жвачка? Вот как вот с таких вот мелочей. Потом, значит, это был кастинг, где-то 10 дней. Потом этот проект пока пауза, они уехали там на фестиваль. И приехали уже где-то 1 августа. 2-го у нас было общее собрание, со всеми уже там вот кого-то брали, с участниками, с группой. И вот тоже было первое такое, значит, собрание, где у нас... Ну все были режиссер, продюсер, все, в общем, группа. А вот, потом все куда-то там разошлись, пауза. Миша пришёл на сцену, а я сидела что-то на сцене, писала. Причём одна, никого больше не было. И вот разговор вот тоже ни о чём практически. Я ещё спросила, вы на репетицию? Ему так это понравилось, вы на репетицию. Он меня стал коверкать тоже. Вы на репетицию, а вы на репетицию, вот как-то ему так и понравилось. Вот вы и каннебель, может быть. Первым делом он меня спросил, какого я года. Когда он узнал, с какого я года, он... Ну ты должна быть в рок-н-ролле, сразу на ты. Должна быть в рок-н-ролле. Я говорю, ты знаешь, я тоже как-то сразу на ты. Нет, ещё пока на вы. Я говорю, ну, в рок-н-ролле не получается. Я говорю, я в стопроцентный классик. Я говорю, вот я бы на эстинку закончила. У меня академический вокал. Я ни попсу, ни рок как-то. Ну классика. Ему это очень не понравилось. Ну как это вообще? Скучно достаточно. Вот. Ну и так прошло какое-то время. Они уезжали периодически на гастроли. Там у них были концерты. Так возвращались. Ну такие у нас были репетиции. Вот. Группы не было. Миша был один. Ну, соответственно, там балет, все хор. Без группы пока репетировали. Ну и как-то вот так всё вот. Миша был, насколько вот близким людям известно, такой к жизни, как бы сказать, к практичной не приспособлен. Ну как бы далёк был от этого, да? Он был настолько в себе, вот в этой музыке. Ну вообще рок-н-роу, короче. Вот. И мне пришлось, конечно, взять какие-то вещи на себя. Ну вот, допустим, будить его. Благо, недалеко жила от гостиницы. Я говорю, ну давай я сейчас зайду, разбужусь, пойдём, в общем, на репетицию. Вот как каким-то образом вот так вот дисциплинировала я его, чтобы он приходил вовремя на репетицию, потому что, ну, как бы, он сам говорил, что, ну, концерт, он как бы так относился не как к работе, да? Отыграли концерт, и дальше опять гуляет. А тут всё-таки это театр, большое количество народу, требовало такого, для него это новый опыт актёрский, вот, поэтому такого ежедневного где-то такого должно быть, репетиции, в общем, такая дисциплина должна быть. Ну вот как бы ежедневно мы ходили на репетицию, с репетиции, по дороге скороговорки проговаривая. Ну вот как-то вот такое вот начало знакомства, да? Ну, начало знакомства, вот, я вам рассказала, какое было. Ну, и как-то дальше-дальше всё так пошло, поехало. Начались проблемы с рукой, которые, в общем-то, тоже требовали моего присутствия, мы говорим, перевязать руку, надеть вот этот бандаж, который действительно очень так сложно одевался, в первый раз так и не оденешь. Вот, ну вот какие-то такие вот вещи всё, бытовые, да? Бытовые. Можно делать что-то. Можно делать что-то. Галь, расскажи, пожалуйста, как он вживался в эту роль? Да, вживался он в эту роль. Для него, поскольку это был такой первый опыт театральный, а ему это всё нравилось, даже он какое-то время говорил, что мне, типа, и петь-то уже и не хочется. Я бы в театре, ему больше нравился театр, диалоги вот эти, ну, как вживался, как бы, всё было очень непросто, поскольку и текст запоминал, нет, ну, он всё, он учил, он честно, у него была своя, была вот пьеса, вот, он всё учил, всё это в этом плане, как бы, текст знал, да? Но какие-то вот мизансыны не всегда сразу мог запомнить, да? С этим было сложности, вот даже вот с бритвой, какие вещи, вот там, лёгкости, манипуляции, да, с бритвой нужны. И вот он эту бритву, он с ней, можно сказать, спал даже, под подушкой держал, в гостиницу брал, как в свободное время он с этой бритвой занимался. Вот, и даже когда у нас были какие-то простои, выходные, он говорит, ну, давай тогда, раз у нас выходной, давай со мной занимайся, в общем, давай, там, там, реплики покидай, там, что. Ну, как-то вот так всё, занимались. Вот. И потом он даже говорил, ну, вот я четыре часа в образе, ну, так же нельзя, ведь четыре часа в образе вот этого он играл. Он с такими гримасами всё это пытался делать. Типа, можно с ума сойти, но так нельзя. Вот. Потом он, значит, говорит, это типа на мне так плохо сказывается, я плохо сплю, засыпаю только к утру, а утром надо вставать, я весь такой разбитый, в общем, надо с этим что-то делать. Вот, как-то так очень. Ну, тяжело было, потому что это как бы это новая для него практика была, театр. Ну, ему это нравилось, его какое-то время даже это всё держало, и он, правда, ему это нравилось, и он был такой, действительно, такой дисциплинированный актёр. Ну, а потом уже как-то всё пошло, он понял, что где-то можно вот так отнестись к этому. Вот. Вот эта рука болела у него, ходили к врачу, там врач говорит, нужен полный покой. А полного покоя не получалось, поскольку репетиции, все в движении, на сцене много народу, да, как бы балет, паркур, тут ногой заденут, рукой, кто чем, в общем-то. Тупое приветствие, там, по плечу хлопнет, по больной руке. Вот. И врач тогда сказал, если не хотите лишиться руки, надо вот хотя бы пять дней, вот, ну, такого покоя, это минимум. И вот тогда ему прописали вот эти пять дней, конечно, на это все, но он же нужен для репетиции, а вот с таким большим, как бы, нежеланием его отпустили, ну, а делать нечего, надо же человеку помочь, да. И вот он сидел в гостинице, учил текст, занимался с бритвой, тренировал руку, вот. Вот, ну, как-то вот, параллельно, вот, и, говорю, ездил с концертами, с группой, вот, но он даже просил, чтобы вот во время репетиций меньше было выездов, вот, таких. Потому что сам хотел вот сосредоточиться на... Для него это, в общем-то, много значило, вот этот ТОД, выпуск ТОДА. В общем-то, можно сказать, он даже как-то больших нервов это стоило. И новый опыт, и какие-то вещи не получались, он переживал. Как он выходил из этого образа? А, как он выходил. А выходил ли он из образа? Вот другой вопрос. Нет, он, конечно, выходил из образа. Вот он сам говорил, ну, как это так? Я больше четырёх часов в образе, даже невозможно. Я говорю, ну, а кто тебе вообще? Можно же с ума сойти, тем более образ такой кровожадный. Он там всех это, мочил, что называется, в коридоре. Ну, на всех пробовал вот эту бритву свою. Кому-то, может, и попадал, потому что руки-то стало это... Руки были, как бы, он говорит, я боксом же занимался, драчон был. Все руки переломаны, поэтому не было вот этой гибкости. Я говорю, ну вот, поэтому в гостинице разрабатывал вот эту гибкость. Манипуляции с этими... с лезвием, с бритвой с этой. Ну, вот, ну, как выходил из образа? У него он с собой ноутбук возил. Вечером в свои игры играл, там, в Орду какую-то. Ну, военные какие-то там, кого перебьёт, кого что. Вот. Ну, конечно, и были другие выходы. Что мне очень не нравилось, я его это ругала. Ну, а что делать? Тут уже ругаю, не ругаю, но это уже привычка. Влюбил вино в пакетику. И вот я как приду к нему, если в номер, ну, сколько пакетиков сегодня выпьет, эти пакеты валяются. Он всегда, типа, как-то никто не видит, он за стол кидал в номере. Вот. Я всегда ругала, я говорю, ну, что ж ты такой химией, это же отрава, я говорю, как ты можешь это пить? А ты попробуй, я говорю, у меня изжога. А у меня лекарства есть. Я говорю, ну что ж, я должна пить, получать удовольствие, а потом таблетки пить. А поскольку вот с рукой, да, проблемы там, то мази, то бинты, лекарства какие-то, вот так всё высыпет на подоконник. Я говорю, у тебя, как у моей бабушки, лекарства. Он говорит, ну, я же есть дедушка. Он себя считал дедушкой рок-н-ролл. Он всегда считал, ну, столько не живут, типа, вот в рок-н-ролле столько не живут. Вот я уже, как бы, это потолок для рок-н-ролла. Все, говорит, мои друзья уже ушли, поэтому, типа, мне тоже немного осталось. Так что у него это постоянно какой-то такой лейтмотив был, вот эта фраза. Мне немного осталось. Ну, как-то вот, и в то же время ему интересно, кто в зале сидит, какой, в общем, ценз, да, возрастной. Ему очень нравилось, когда там 30-летние уже такие взрослые, осознанно люди приходят, да, вот не просто там, да, 17-16 лет. Ему это нравилось, когда публика такая. Как-то была такая шутка. Ну, там, что-то в первом ряду одни бабушки сидят. Я говорю, ну, а ты же сам дедушка. Кого ж ты хотел? Ты же сам себя дедушкой считаешь. Ну, как-то вот так все. Ну, еще он с юмором был. Мне даже многие говорят, о чем можно с ним разговаривать? Я говорю, ну, о чем угодно. Я говорю, с ним даже так интересно. Я не ожидала, мне все горшок-горшок, да, вот о нем люди. Горшок-горшок, ну, типа. А он достаточно интересный человек был. Он много читал в свое время. Какие-то исторические. Это потом уже, да, вот он стал там, анархия, это Махно. Ну, вот это все у него тема, да, вот как бы любимая тема. Я говорю, Миша, ну ты что делал, не делай. Я говорю, там детский канал какой-то берет у него интервью. Я говорю, это опять о анархии. Ну, какие-то вот такие вещи. Ну, это вот любимая тема, действительно, анархия. И вообще так, действительно, он к рок-н-роллу относился. Он считал за этим будущее. Что вот эти фестивали, это сейчас, типа, это субкультура. А вот через 10 лет, это уже, если вот так дальше пойдет, как сейчас, да, вот эти фестивали, то это будет уже как вот в Америке культурой, которой, в общем-то, ему хотелось это, конечно. Вот, поскольку вот я постоянно ему говорю, я стопроцентный классик, я вообще не слушала, ну, так слушала как-то. И вот он меня в рок-н-ролл так вводил. Давал Моцарта, слушайте, его любимый композитор был Моцарт. Он говорит, послушай, вот там, пусть аккорды моцартовские, да, и вот в рок-н-ролле. Вот какие-то параллели он мне всегда вот так проводил. Ну, как бы вот такой ввод был. Вот. Ну, вообще такое какое-то посвящение в рок-н-ролл такое было, поскольку вот я находилась с ним, я говорю, просто до премьеры, можно сказать, вот, чуть ли не 24 часа. Потому что я как-то боялась его одного оставить, потому что, ну, мало ли что, да. Вот он засыпал, я брала такси, уезжала. Но до этого, я говорю, смотрели фильм, он мне показывал свои фильмы, вот любимый фильм «Сит и Нэнси». И вот он, реакция, вот мне, действительно, вот талантливый человек, вот живого такого, чувственного. Вот он смотрит этот фильм, да, «Сит и Нэнси». Уж сколько, он наизусть его знает. И вот он сидел, то он плачет, то он смеётся, то он какие-то свои жизненные, вот он вспоминал свою первую жену, когда у Анфисы, да, они ехали на заднем сиденье, да, вот такси. Вот какие-то параллели постоянно вот с этим фильмом. И потом уже после смерти Миши я посмотрела этот фильм уже, как бы, да, с его поправками. В общем, как-то, да. Миша, Миша. Но для вас он уже стал не просто как... У меня с ним знакомство как с человеком произошло. Я же не знала, что это за... Ну, группа где-то там, да, ну, это не моя тема, как я всегда говорила. Я начала вот именно как с человеком. А человек был очень действительно иронимый, и он одинокий был очень. Он был достаточно одинокий. Потому что даже вот между концертами, ну, как я даже поняла, вот привозили его, да, он там то дома, там, то у родителей, то у друга, то на точке вообще ночевал. Ну, действительно был очень одинокий. В группе, ну, все люди просто заняты были своей работой, да, относились как к работе. Вот его привозили к самолётам, значит, да, концерт отыгрывали, и все разъезжались. Поэтому даже не знаю, там они как-то созванивались, не созванивались. Ну, вот вроде как Сергей говорит, он даже периодически вот там его куда-то вытаскивает. А так он был один, постоянно один. И в Москве здесь вот он один был. Вот, считай, вот постоянно... Ну, ладно, там репетиции там с утра до вечера у нас, да? Ну, когда там кто-то из друзей там вытащит баню его там или... А так он вот один сидел, вот в игры играл. Книжки какие-то у него там были исторические, я помню, вот Гумилёва читал. Ну, видимо, как-то он любил читать, поскольку... Ну, раньше-то много читал, я поняла, вот исторические вот именно вещи любил. А сейчас с появлением интернета, компьютера, да, вот он стал вот ведь больше игры играть. Ну, такое занятие. Это вот очень интересно, да, то, что человек, которого знаешь миллионы людей, и вот был вот... Он был очень трогательный, поэтому я говорю, вот, то ли... Он действительно был настолько одинокий, мне такое ощущение, что даже мы вот не... Вот он... ну, не с кем было вот как-то вот даже вот душу излить, будем так говорить, да? И поэтому, когда вот даже вот он из Питера приезжал, ну, поскольку, видимо, он тоже, вот я говорю, то ли понял какую-то вот мою такую расположенность, вот он говорил вот о каких-то своих радостях, бедах каких-то вот... Даже советовался где-то, может быть, вот это был такой момент. Поэтому вот я говорю, вот с ним как-то... И я вот... я не знала, что такое количество фэнов у него. Я это увидела первый раз на панихиде, когда уже человека не стало. Я просто не ожидала, что правда такое количество. Потому что я его знала как человек. А артист уже... Вот. Ну, я на репетиции, понятно, видела там, что уже там как бы отслеживаю. Понятно, он волновался там. Я говорю, Миш, я говорю, ну, что ты так волнуешься? Я говорю, ты можешь молча просто ходить по сцене, и весь зал будет твой. Я говорю, можешь вообще ничего. Это на самом деле срабатывало, настолько вот эта энергетика мощная шла от него. Ну, он так как-то хмелял с носом, что ты говоришь как-то. Вот. Ну, он выкладывался он прямо на тысячу. Ну, он выкладывался, он по-другому не мог. Просто такой у нас тут... А на концертах, я ведь до этого не была на концертах ни разу. А тут пришлось, ну, как пришлось, вот на Новый год, допустим, до Нового года там еще какие-то концерты. Вот на Новый год, я первый раз так... Он мне еще говорит, что ты ведешь себя как в театре? Типа, ты напейся и упади. Ну, как вот, ну, Новый год, да, фанаты там уже все хорошие. И вот, ну, такой драйв шел, я просто так смотрела, мне было где-то страшно, думаю, долго так не может продолжаться. Ну, правда, это вот такая вот, такая шла вот. Вот. Ну, это какие-то должны быть силы еще, вот, посторонние, чтобы вот это столько энергии, вот столько, такая мощь должна быть. А потом, когда вот концерт, я помню, вот на Новый год закончился, он вот так сел, как-то вот так сел, вот с такой усталостью. Ну, чувствуется, вот, да, вот, как бы вот, все отдал. Вот, вот это вот. Поэтому, я не знаю, конечно, как там фэнок, фанаты к нему относились, как к ним его видели, да. Ему, во-первых, не нравилось то, что в последнее время, то ли он вырос из этого уже, да, из этих штанишек, как можно сказать. Ему не нравится, что Горшком его звали. В принципе, ему даже это не нравилось, он даже это говорил. Горшок, Горшок, дело не дело, там, что ему не нравилось, кто его дело не делал, это говорили. Какой у тебя Горшок? Я говорю, Миш, ну ты же всю жизнь работал на Горшка, на свое вот это. А сейчас хочешь, чтобы вот так в одной части тебя, вот. Ну, в общем, как-то у него такое, да, у него стал, видимо, вот, планка, планка поднялась. Вот это, он хотел в театре. Он даже мне говорил, я и петь больше не хочу, хочу в театре. А поскольку он знал, что у меня антрепрессные спектакли, там, может быть, как-то, я говорю, ну хорошо, ладно, я говорю, может быть, что-нибудь получится, вот именно как чисто драматического артиста, да, ну, с хорошими партнерами, взять с режиссера какую-нибудь такую пьесу соответствующую, чтобы вот как-то вот такие мысли были уже. Вот, ну, здесь вот как раз Запашный появился вот с этим проектом. Ведь он уже встречался с либретистами, вот, то, что писали для Тодда, вот, уже тоже обговаривал эту тему. Потом вот как раз после нашествия к Запашному ездил, тоже они, вот, уже какие-то трюки он стал для него придумать. Ну, уже как-то вот что-то пошло. И столько планов было у человека. Действительно, вот, планов, это, я говорю, только можно было мечтать. Вот он, наверное, в своей молодости, когда всё, он даже мечтать об этом не мог, что вот настолько востребованный, как вот артист, да, как группа сама востребована, у них же очень много концертов было. Вот, и не только по России. Я ещё когда по первости, вот, когда у меня спросил, с какого года, что я должна быть в рок-н-ролле, да, а я-то как бы не в теме была, я говорю, куда-нибудь за границу ездить. Ну, я вообще как-то... Он говорит, ну, а как же, говорит, вот по Америке ездили, в Израиль, говорит, везде ездим. Вот так. А вот тур у них был по Германии, когда это было-то, в апреле. Там они в таком сокращённом варианте. Конечно, я думаю, тяжёлый очень тур для него, потому что не было ни Рейника, ни Паши, вот, клавишника. Он очень такой, как... Всё на него ложилась, вот эта ответственность. Потому что вот после этого тура он приехал какой-то такой очень... Агрессивный. Агрессивный, и всё он понимал. Ну... Надо было, конечно, брать, наверное, за руку его и ввести к врачам, потому что самому сложно было уже... выкарабываться. Он считал, что алкоголь – это вообще фигня. Это можно так вот... Хочу, типа, не буду пить вообще. Ну, так легко от этого отказаться. И поэтому, когда вот в январе, вернее, даже в декабре у нас был такой спектакль, ну, не очень, будем так говорить. Вот, и когда группа там ему выставила счёт, что называется, что... Ну, если так будет дальше продолжаться, мы с тобой эти поиграть не будем. Вот, на него так и подействовало, что вот в январе он решил закодироваться. Вот, и когда вот я ему звонила, помню, в январе, ну, когда, Миша, я говорю, ты всё? Нет, ещё неделю надо, неделю надо выждать, вот там он сорвался, вот надо опять там сколько-то дней. Вот, потом всё-таки это произошло, как раз приезду у нас в конце января был спектакль, он приехал, такой уже закодированный, привёз целый этот пакет лекарств, мама подписала, ну-ка, что, зачем принимать. И мне так, вот тебе, на, мама подписала, как ты мне подписывала в своё время, тогда что же, решили ему, ну, почистить его. Врач тоже прописал много, я ему тоже там написала, что, когда, зачем принимать, и дала тогда, я помню, кому-то из группы, я говорю, проконтролируйте, что вот он, пил. И вот он приехал такой весь, трезвый, хороший. После спектакля ещё ходил в магазин, так слышно было, ходил в магазин вечером, на спектакль, поскольку уже почти в 11 вечера, и вот он там недалеко, магазин был от гостиницы, и вот он фрукты покупал. Типа, я не хочу есть, я, типа, боялся всё поправиться, потому что какое-то время он поправился, ему это не нравилось, он всё-таки, ну, как бы, держал себя. Тем более, вот эта ещё рука болела, он не мог, он так отжимался, да, вроде как, ну, держал себя в форме, а с рукой он не мог ничего там делать. И вот он, значит, фрукты. Да, всё было, этап такой. Ну, это недолго было. Было всё недолго. Потому что в феврале вот у нас спектакли отменились, там другая история приключилась, ну, а потом это всё опять как бы приостановилось, но по-прежнему алкоголь вот как бы взял вверх. Как я узнала, это вообще, конечно, это... я ехала с дачи 19-го числа. У меня даже никакой... У меня было настроение такое, ну, с утра, у меня вообще в последнее время такое настроение было. У меня предчувствие было где-то вот 7-го, 7-ое июля, это когда нашествие. Вот, видимо, было предчувствие, потому что я вот ещё думала, надо поехать на нашествие, ну, как бы про себя думаю, ну, надо, думаю, кому-нибудь на хвост сесть или, думаю, на попутки какой-то, потому что ну, туда добираться вроде как. Вот. И вот я помню, вот я с утра, вот у меня в течение дня у меня просто какое-то тремоло внутреннее, да, такое неспокойствие настолько, что это... Я не могла даже понять, с чем это связано. Вот настолько вот как вот я ходила по комнате, вот правда, вот серьезно говорю, что мне не свойственно, я вообще человек не пьющий, но здесь я не могла. Вот мне настолько, правда, вот было какое-то внутреннее волнение, я даже выпила водки. Серьезно вам говорю. Вот это потом я уже поняла, что вот это было вот такое да вот я видимо и предчувствие потому что накануне я я была на даче должна была приехать вот я вечером 19 приехал но как я 19 как раз я в это время где-то в пять часов вышла из дома чтобы поехать а получается в пять часов вот видимо ольга приехала на эту дачу да и как вы вызвала все службы и где-то ближе к восьми да это все в интернете появилось да вот это сообщение мне стали тут звонки тоже из группы не из группа вот наши артисты стали звонить и как-то я наш по первости даже мне пришла сначала я тоже было то в электричке там ехал то метро как-то золи зоне до недоступности потом не пришла и смс к моей подружки написала галенька держись правда ужасно как-то вот так я сразу поняла вот о чем речь не было произнесено да но как-то у меня сразу и потом дошла до дома еще в каком-то такое было состояние думаю ну вот это произошло но им еще не было вот такой до конца что вот да вот все это началось спустя вот два часа после этого прошло я поняла что вот как у меня началась вот это слезы истерика но не то что истерика но какой-то вот я уже стал вот понимать что все нет человека так ехал на концерт 20 потому что я думала может быть надо будет пораньше приехать ну так наши были все уже расписаны начиная с октября и репетиции и спектакли тода и даже должны были поездки выезды быть вот все естественно полетела да и миша вот последний вот как бы последнее время вот кто с ним встречался вообще впечатление постоянно столько планов в интервью просто с друзьями какое-то время там перестал в общем так пить столько планов было и с этим и запашным и стода и надо когда-то альбом писать а временно альбом не остается только летом он говорил никто вот так нельзя было одного оставлять никого я говорю не хочу винить но просто нельзя и тем более в таком такой ситуации какую-то у них в последнее время вообще в группе сложилось нельзя было 1 оставлять потому что вот эти бесконечные кодировки это очень такой сильный ну на психику все конечно очень сильно страдает поэтому даже вот вспоминая какие-то нюансы вот по репетициям студии до что-то любая мелочь его вводил из себя начинал как зверь и туда-сюда ходить вот это но в таком каком-то да а вот мы когда успокаивался озеро было достаточно все видимо был один поэтому позволил все нам лишнюю и остановить было уже некому знаешь вот даже вот все было да я и ругалась на него потому что ну понятно все все было но человеком и осталось вот светлым добрым и где-то настолько вот одиноким вот и вот это вот да это было я просто чувствовал могу сказать только хорошая не вот ничего правда плохого не даже вот только просто все жалко что вот так все так закончилось а другой стороны ушел на пике вот на пике всего тоже счастье и так провожали мне кажется если бы он знал что такое количество фанатов соберутся и такие проводы устроил устроят ему ведь там и колокольный звон и аплодисменты и байкер как все как он хотел интересно жалко что конечно его кремировали но он сам хотел до боялся все таки что-то не хотелось ему да вот это чтобы типа черви ели вот так сюда поэтому сейчас вот эти прощальные туры конечно это подогревает интерес публики может быть дай бог чтобы на пол до года да вот это как бы человеческая память так устроена что без этого подогрева до люди как-то ну понятно жизнь идет своим чередом я уверен что его будет помнить еще не одно поколение и как вот в серверах его будут слушать даже люди которые учились ты знаешь что удивительно вот эти брия вот при жизни не слушала ну просто даже как бы понятно во первых началась познакомиться тогда было некогда при жизни даже не слушай а вот сейчас когда человека нету не осталось слушать его песню вот сейчас и поэтому говорим вот миша ушел а у меня к нему столько вопросов вот именно вопросов я с ним поспорил его сейчас о чем-нибудь да но увы так поэтому это большое конечно море вот это потери он так своей жизни относился а типа недолго осталось но недолго осталось тем не менее да как-то какое-то самосохранение было ну вот так произошло что произошло но видимо господь да господь говорит забирает лучших ушел на пике это очень тоже неплохо я считаю никогда уже да никому не нужный забытый пошел на пике дай бог чтобы теперь вот памятник поставить да как-то вековечить и 40 лет он собирался отмечать это же говорим миш не отмечает 40 лет ерунда ну никого особо так был упертый и нельзя было бы так что-то приказном достаточно был упертый в этом плане только каким-то вот выводить его я помню поехали к урганту на съемке от вечерний орган орган ну там и дуэт он пел со священником да да это я удивился на самом деле когда я посмотрел да 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 тоже был очень как раз это 20 декабря были съемки 21 типа конец света смеялись ну а потом вот я говорю миша по моему к тем людям относился его можно не любить невозможно было или вы ненавидите ли вот середина как правило вот поэтому на такое количество фэнов наш он был нас точка на столько вот естественный настолько без вот каких-то таким каким был жизни да такой вот без игры наигранности хотя ему нравилось вот эти игры что ведь концерты его до мордочки разные корчу рожицы да все этому мы тоже другая история в принципе он был вот таким каким он был настоящим настоящим мне еще говорили а вот ты бы знала там сколько-то там ни одного слова не было без связок я говорю я не знаю при мне вообще вот правда вот я не знаю то ли он как связь держу ни одного матерного слова правда то я даже еще позволяла я вроде как настраивалась на его волну вот это да мне даже еще говорю это все еще что-то все ругаешься ему то мне вот он так сказал что все ругаешься такой степени так